Сегодня мы с вами поговорим про языковые модели, про то, что это такое. Рассмотрим одну из наиболее популярных языковых моделей, которые используются в информационном поиске под названием N-gram. И заодно еще поговорим с вами о том, что такое цепи Маркова, зачем это в поиске. На самом деле это достаточно близко связанные друг с другом темы. Вы раньше проходили языковые модели? Примерно примените представление о том, что это такое, зачем это нужно. Вот тоже языковая модель на слайде. Было у вас где-нибудь в курсе? Фамилия Хомский вам о чем-нибудь говорит? О чем? Что-то было где-то было, да? Давайте сначала с вами поговорим о том, что такое. Давайте сначала даже поговорим не о том, что такое языковые модели, а поговорим о том, зачем это нужно, так, чтобы вы примерно представляли, причем здесь поиск, да, казалось бы, информационный. Смотрите, есть достаточно много задач, в которых нам необходимо понимать смысл того, что в тексте написано. Вот, соответственно, ну, семантические вещи пока что развиты не очень сильно, да, хотя, как бы, движение вперед идет. Тем не менее, задачи решать нужно, да. Из самых вот таких вот, ну, тут на слайде перечислено, самые ходовые задачи, это связанные с классификациями текстов, причем в информационном поиске текстов два вида бывают. Вот, там на слайде написано, но если не подглядывая, да, есть идеи какие? Нету. Ну, смотрите, у нас есть документы, да, по которым мы осуществляем поиск. Это текст. Характеристика этих текстов какая? Они достаточно большие, много информации, избыточная, да, то есть, как бы, много, хорошо, удобно работать. И вторые виды текстов — это запросы, которые приходят от пользователей. Они, как правило, очень короткие, очень ужатые, вот, но тем не менее, с ними тоже надо работать. Два разных вида текстов, к ним применяются разные немножко подходы, но что-то есть общее, да. То есть, запросы мы можем классифицировать для чего? Для того, чтобы делать, например, какой-то специальный кастомный поиск. Если мы понимаем, что запрос программистский, да, допустим, содержит какие-то программистские термины, то мы можем там в нашем ранжировании что-то подкрутить и программистские сайты поднять наверх, для того, чтобы, ну, как бы, не было никаких неоднозначностей. А с другой стороны, точно так же нам нужно классифицировать документы. Если мы хотим по программистским запросам что-то поднимать вверх, нам надо понимать, что текст и сайт, соответственно, тоже являются программистским. Есть разные способы, как это можно сделать. Можно идти через классификацию текстов, и в некоторых областях это так и делается. Можно идти более коротким иногда путем, но вот если, опять же, возвращаться к программистским текстам, то есть отличный способ, как понять, что сайт программистский. Берем Stack Overflow, скачиваем его целиком и смотрим, куда идут ссылки. Большая часть ссылок со Stack Overflow идет на какие-то программистские сайты. Тут, казалось бы, не нужна классификация. Это такое, это помните, вот на самой первой лекции, на введении я говорил, что поиск — это во многом некоторые такие евристики, да. Ведь языковые модели — это некий академический путь, как это можно делать. Я вам сейчас только что рассказал, как можно очень неплохо средствовать. Тем не менее, классифицировать все равно надо. Классификацией мы занимаемся, и один из видов классификации — это, например, определение языка документа, что на самом деле является очень нетривиальной задачей. Например, отличить русский от английского достаточно легко. А вот, например, отличить русский язык от белорусского не по словарю, да, мы понимаем, как бы если мы работаем с интернетом, то у нас в любом случае будет достаточно много слов, которых не будет в нашем словаре по тем или иным причинам. Это становится уже проблематичной задачей. То есть там на самом деле проблемы возникают практически со всеми славянскими языками, которые основаны на кириллице. Опять же, языковые модели позволяют нам это делать, решать эту задачу. Другой вариант применения языковых моделей — это справление опечаток. То есть тут уже идет не классификационный подход, а некоторый генеративный. То есть мы берем некий текст или фрагмент текста, например, слово, понимаем, что в нем не так на основе языковой модели, исправляем, показываем пользователю, получаем некоторый профит. Следующее некоторое применение — это извлечение фактов, что очень бурно на самом деле сейчас развивается в поисковиках. И так если задуматься, то самые крутые нововведения, которые все громко рекламируют, так или иначе касаются извлечения фактов. Ну, самое, наверное, для вас известно — это система Google Knowledge Graph. Слышали про такое? Нет? Идея в том, что они составляют огромную базу данных, уже распаршенной информации. Существует такой протокол RDF. Может быть, Игорь будет вам рассказывать. Ну, идея там в чем заключается? Там есть некоторые сущности, да? Есть некоторые связи между этими сущностями. Там, грубо говоря, Путин — одна сущность, Россия — другая сущность. Между ними есть связь под названием президент. И так далее. Соответственно, формируются огромные обоснования. Там получается некий граф. В итоге, когда вы вводите в Google запрос «Путин», у вас там вылезает достаточно много всякой разной информации. Проблема заключается в том, что большая часть интернета на сегодняшний день не структурирована. И вам нужно самим эти факты добывать и извлекать. Ну, вот простой пример. Если в наш поиск забьете запрос «В каком году родился Пушкин», там сверху будет такая прям подсказка, в котором написано, что Пушкин родился в таком-то году. Это не документ, это просто из Википедии извлеченный факт. Но опять же, чтобы эти факты извлекать, вам надо понимать, что там написано. Соответственно, языковые модели этим и занимаются. На самом деле существует много всяких разных применений. Можно очень долго рассказывать. Чуть-чуть еще, наверное, про синонимы. Да, то есть в начале я уже говорил, что синонимы для поисковиков – это не тривиальная штука. То есть проблема в чем, да? Вот жили-были там. Была какая-то сущность одна, да? А позже там появляются какие-то, ну, как это называется? В народе прозвища, да? Какие-то появляются. Вот, соответственно, вам нужно в автоматическом режиме понимать, что какие-то две вещи связаны, да? Их нужно как-то объединять. Идея такая, что если вы понимаете, да? Ну, вот простой пример. Если вы понимаете, что два слова связаны, зачем это можно применять? Вы можете те документы, в которых эти два слова разнесены друг от друга, да? Вы их можете пессимизировать куда-то вниз. Ну, простой пример. Если вы ищете какого-нибудь Васю Пупкина, то вам не интересны документы, в которых Вася написано в одном углу, Пупкин написано в другом углу. Но это как бы не всегда работает, да? Есть запросы, в которых слова вполне могут быть достаточно далеко разнесены, и это нормально. Соответственно, вам надо понимать, что Вася Пупкин – это имя. Раз это имя, значит, оно должно находиться рядом друг к другу, ну и уже, соответственно, реализуете эти юристики. Ну и машинный перевод. У вас следующая лекция будет как раз этому посвящена. Если говорить про поиск, ну так, чуть-чуть забегая вперед, то там есть совершенно космическая вещь, которая у нас используется, называется переводчик с русского языка на русский язык. Есть идеи, зачем это может быть необходимо? Как это вообще? Ну, почти. Не столько нормализуем, сколько наоборот денормализуем. То есть мы имеем некоторый запрос, и мы получаем возможные варианты, как этот запрос мог бы написаться еще. То есть зачем мы это можем использовать? Мы можем взять какую-то страницу, да, вспомнить, по каким запросам эта страница нравилась пользователям, например, они кликали по нее, да. У нас получается там 10 текстов, например, да. Дальше мы берем этот переводчик, применяем этот переводчик к этим 10 коротким запросам и получаем уже 100 запросов, например, да. Но опять же, переводчики работают таким образом, что сначала формируются возможные варианты перевода, и дальше вам нужно каждый из этих вариантов каким-то образом оценить. Google Translate все же пользовались, да. Соответственно, когда он переводит, вы можете кликнуть по переводу, и вам вывалится еще некоторое количество вариантов, как это можно по-другому сформулировать. Соответственно, данная система должна каким-то образом уметь оценить, насколько качественный перевод получился, и выдать вам как пользователю наилучше. Опять же, для этих целей нам нужны языковые модели. И то, что мы сегодня про Engram будем рассказывать, вот они именно там используются очень часто. Окей, про языковые модели. Берут они с моего начала в далеких 60-х годах. То есть основная задача какая? Нам нужно научиться понимать язык, да. То есть в математике все идет через некоторые модели, то есть некоторые математические описания, то есть сущность, с которой мы имеем дело. И так как изначально начали работать с естественными языками, там была развита достаточно богатая теория с различными видами грамматик, контекстно-зависимые, контекстно-независимые, четыре основных типа, кажется, там будут. Но мы не будем сейчас углубляться в работы Хомского, да. В простейшем случае грамматика — это что? Ну вот на слайде как раз приведен пример. Некоторый конечный автомат с начальным состоянием слова i, и, в общем, второй узел — это слово wish, ну и, соответственно, переход туда-сюда. Соответственно, грамматика у нас может задаваться некоторыми терминами, которые в этой грамматике существуют, не терминалами, но это, условно говоря, некоторые семантические правила, которые объединяются с терминалами, и некоторые правила, как, собственно, все дело выводится, да. Это с чем-то схоже с русским языком, да, где мы там подлежащие, послесказуемые и так далее, там подобное. Вот, соответственно, в данном случае, вот, если, допустим, взять некоторый фрагмент текста, да, i wish, то мы видим, что он вполне этой грамматике подходит. Но если мы берем i wish i, да, допустим, текст, или i wish wish, то они не подходят к этой грамматике. Это понятно, почему подходит или не подходит? Всем понятно? А, и терминал или... А, и терминал, и поэтому... Совершенно верно, да. Соответственно, всегда должно заканчиваться на wish, и во втором случае у нас нету цикла в самого себя. Мы из wish должны обязательно уйти в i. Это как бы некоторый простейший пример, да, как эти грамматики устроены. Такие, такого рода формальные грамматики, они хорошо подходят для искусственных языков, ну, в частности, там, язык C++, да, он полностью может быть описан при помощи таких грамматик. Задана некоторая модель, да, этого языка, которую потом можно превратить в парсер, соответственно, парсить программу, компилировать, как-то с этим работать. Проблема заключается в том, что оно плохо подходит для естественных языков. Как думаете, почему? Совершенно верно. Очень много неопределенностей, на самом деле, неопределенностей, противоречий, взаимоисключений и так далее, потом подобное, и само по себе конструкция невероятно сложная. То есть для каждого правила у нас в русском языке есть исключения, и огромное количество всяких разных вещей этими правилами совершенно никак не покрываются. Соответственно, вопрос. Как мы можем адаптировать такие модели для того, чтобы натянуть их на естественные языки идеи? Можно иметь некую такую модель, большую, да, для карты, которым открывал 70%, 80%. А с остальными чего делать? С остальными делать какие-то, не знаю, хранитель пайл, на которых хваляются и подобные исключения. Хорошая идея. Какой вероятности оно не принадлежит? О, вот это более правильная идея. На самом деле, вот свойство вообще всех этих вероятностей, откуда оно все взялось, да? Вся вообще теория вероятности, да, потом от статистики, как производная от нее, оно взялось из того, что наш мир неопределенный, а мы хотим эти неопределенности описывать. Соответственно, точно так же мы в языковые модели можем добавить некоторые стахистические элементы. То есть, в простейшем случае, да, для вот этого графа мы можем просто над каждым ребром написать некоторую вероятность, что данный переход будет осуществлен. Да, ну, тут, наверное, добавить надо альтернативу какую-то, не хватает. Мы можем, например, добавить вот такое кольцо, и тогда, соответственно, если мы вот для этого ребра поставим высокую вероятность перехода, а для закольцованного ребра мы поставим низкую, тогда вот это, как бы, предложение, I wish wish, да, оно тоже будет допустимо, но оно будет с гораздо меньшей вероятностью, что для нас будет означать, что, ну, в принципе, да, возможно, но в жизни такое редко встречается. Соответственно, другой пример, ну, самой простой языковой модели для реального языка, мы можем просто, как бы, то есть, опять же, надо понимать, что модели зависят от того, какой цель мы… В простейшем случае мы просто хотим понять, насколько данный текст вписывается или не вписывается в язык, который языковая модель описывает. Самая простая языковая модель, которую только можно придумать, это просто взять и назначить каждому слову некоторую вероятность того, что оно встретится. Вот слово, допустим, the, артикль, оно встречается очень часто, у него высокая будет вероятность. Какое-нибудь слово, там, woman, оно встречается гораздо реже, но тем не менее тоже встречается. Соответственно, дальше у нас есть некоторый текст. Нам нужно понять, как бы, как… Для каждого слова мы можем эту вероятность вычислить. Теперь вопрос, как понять, насколько данный текст вписывается в данную модель? А почему сложить? Совместная вероятность, да, наступление нескольких событий. То есть фактически в данной модели мы рассматриваем каждое слово как некоторую случайную величину, да, и просто определяем, насколько в нашей модели вероятно встретить именно вот такую комбинацию слов. Тут даже порядок на самом деле не важен, да, видите. Получаем некоторое число. Окей, получили некоторое число. Что с этим делать? Зачем нам это может быть нужно? Есть идея? Зачем? Зачем вот? Ну, такая простая вещь. Мы можем сравнить с разными языковыми моделями. То есть, например, как это работает, да? Ну, вот здесь опять же тот же самый пример для текста, но другой, более, может быть, понятный для вас будет пример. Например, это определение языка, текста, да. У нас что здесь получается? У нас в каждом языке разные буквы встречаются с разной частотой. Определив для каждого языка частоты, в простейшем случае, посчитав для данного предложения частоты, мы можем определить, к какой модели больше относятся и, соответственно, принять решение к тому или иному языку. Понятное дело, что это будет работать очень плохо, но тем не менее это немножко будет работать. Движемся дальше. Соответственно, как это можно использовать в поиске? Про это у нас будет отдельная лекция. Подробно еще расскажу, да? Ну, просто вот как идея. Я хочу, чтобы вы поняли, зачем как бы нужны эти языковые модели, да? Без подробностей. Вот у нас есть некоторый пользователь, да? И он вводит некоторый запрос. Соответственно, разными способами можно оценивать, насколько те или иные документы… Ну, соответственно, да, про були в поиск уже говорили, документы поднимать научились. Дальше нам нужно как-то их отранжировать, то есть отсортировать, вытащить наверх те документы, которые наиболее вероятно нужны пользователям. Мы что можем сделать? Мы можем взять каждый документ и по каждому документу построить некоторую его языковую модель. А потом предположить, что пользователь, на самом деле, уже примерно представляет, какой документ он хочет найти. И он у себя в голове использовал ту же самую языковую модель для того, чтобы сгенерировать запрос. Соответственно, что мы делаем? Мы просто при помощи этой языковой модели оцениваем, насколько вероятно, что запрос был этой моделью сгенерирован. Это все достаточно утрировано, да, упрощенно, но на самом деле это базовая идея. Мы можем это дальше развивать, усложнять, дополнять. Про это все будет рассказано. Математически можем выводить релевантность, да, то есть оценивать, насколько оно правдоподобно. И на самом деле вот все эти технологии, про это тоже, наверное, потом расскажу отдельно, зашли достаточно далеко. Может быть, слышали, такая есть система, называется IBM Watson. Приходилось слышать? Для тех, кто никогда не слышал, компания IBM делает штуку. Смысл в чем? Они туда загружают кучу энциклопедий. Дальше к этой системе можно задавать вопрос на естественном языке, и она на естественном языке выдает ответ. Она вам не находит… Да, да, да. Она вам не находит страницу, которая, собственно, соответствует. Ну, они это для чего хотят применять? Они это хотят применять в первую очередь для медицины, для того, чтобы, ну, вот доктор Хаус, да, загрузили в систему количество, некоторое количество симптомов. Система знает все о болезнях, о симптомах, где и как встречаются. Она вам выдает некоторый набор, отсортированный того, что может болеть, да, и выдает еще некоторый набор диагностики, что нужно сделать для того, чтобы дальше понять. Соответственно, доктору уже проще оперировать. Проблема там в чем заключается? Что, собственно, побудило, да, развивать такие системы, создавать их? Вот буквально там недавно они, опять же, эту систему там компания IBM публиковала новости про то, что они планируют адаптировать эту систему для научной литературы. Там идея заключается в том, что если взять какой-то раздел, ну, там, ядерную физику, например, то в день там выходит несколько десятков статей, а может и больше. Я могу сейчас соврать в цифрах, но идея такая, да. Соответственно, человеку реально, кто серьезно погружен в науку, сложно отслеживать все статьи. Для этого там придумывают реферируемые журналы и так далее и так подобное, но это все очень сложные вещи. Соответственно, создавая такие системы, мы можем в них загружать абсолютно все статьи, которые у нас имеются. И если эти системы понимают язык, они могут вам помогать в дальнейшем как-то в ваших исследованиях, да, отвечать на дополнительные вопросы, которые вы бы сами очень долго бы искали в этой литературе и с которыми обычный поиск бы не помог. Вот в чем главная идея. Соответственно, у языковых моделей есть некоторая фундаментальная врожденная проблема. Проблема заключается в том, что их надо строить. Они нигде на улице не валяются, их нельзя вывести математически из чего-нибудь, из каких-нибудь теорем. Их в любом случае надо строить. Единственный способ их построить — это взять некоторый реальный текст и что-то с ним сделать. Проблема заключается в том, что реальный текст всегда ограничен. Время не стоит на месте, время идет, данных становится все больше и больше и больше. На самом деле вот все эти системы, основанные на языковых моделях, они в связи с появлением... Чем больше данных, тем лучше они работают. Вот если, допустим, взять вот 10 лет назад самый хороший переводчик был, там переводчик что-то типа Prompt, ты, говорю, его делал, и у него внутри основа основывалась на правилах. То есть она понимала правила языка, она парсила, она понимала, где там существительное, где там прилагательное и так далее, там подобное. Разбирала язык, потом по словарю переводила, понимала как-то смысл, потом пыталась собрать это обратно. Работала плохо, потому что сложно сформировать эти правила, сложно их все правильно туда загрузить. Прошло 10 лет, пришел Google своим Google Транслейтом, в которых нету этих систем. Туда никто не загружает никакие правила русского языка. Ну, может быть, сейчас для каких-то языков и начали уже какие-то дополнительные сбоку еврестики прикручивать, но основа там полностью статистическая. Они берут корпусы параллельных текстов, которых достаточно много развелось в интернете. Все это в открытом доступе находится. Различные новости, переводы чего-то, книжки, да, вот литературу переводят на другой язык. Берем книжку на одном языке, берем книжку на другом языке, синхронизируем предложение, где какое предложение, все, у вас параллельный корпус. И такой информации сейчас, ну, там, реально огромное количество. Загружаем это все в эту штуку, получаем профит. А проблема заключается в следующем. Вот все наши языковые модели, они призваны, про которые мы будем с вами говорить, они призваны оценить некоторую вероятность того, что некоторые термины или группа терминов, они встречаются в данной языковой модели. Оценить вероятность встречания этого термина в языковой модели, да, в данном языке. Проблема в том, что если мы берем некоторый ограниченный корпус, то у нас всегда будут группы терминов, которые никогда раньше не встречались. Соответственно, что сделать? Оценить эти вероятности в ноль, но тогда любое предложение, в котором будет неизвестный термин, у нас его вероятность сваливается в ноль, никакой пользы мы не получаем. И на самом деле все крутится как раз вокруг вот этого, оценки того, как правильно это все оценить. Ну и, соответственно, первая часть нашего блока. Мы поговорим с вами про такую штуку, как энграммы. Кто-нибудь знает, что это такое? Может быть, когда-нибудь сталкивались? Не обязательно символов последовательности. И не обязательно последовательность. Не совсем последовательность. Вот так, наверное, правильнее сказать. Соответственно, кто захочет почитать, не влезло на слайд, но на этом слайде есть книжка и глава, где про это можно подробно прочитать. Соответственно, лекции, но я про это вначале уже рассказывал, строятся по книжке. Если что-то будет непонятно или захотите каких-то дополнительных подробностей, можно залезть, почитать. Очень поможет делать домашнее задание. Вот. Соответственно, в чем идея? Идея заключается в том, что мы утверждаем, что текущее слово в предложении зависит только от предыдущих слов, если мы говорим про слова. Причем порядок слов не важен. И нам необходимо оценить. То есть что мы имеем? Мы имеем несколько слов, и нам нужно оценить, что следующее слово будет таким. При этом в каком порядке идут слова, не важно. Сказал уже. А в зависимости от того, сколько слов назад мы берем в контекст, у нас образуются либо униграмма, если текущее слово зависит только от предыдущего, биграмма, два слова, три грамма, четыре грамма и так далее, и тому подобное. Пример, да? Как это работает? Вот смотрите, вот тут вот некоторый такой маленький отрывочек, большую, зеленую и два варианта. Таблетку, лягушку. Что бы вы выбрали? Лягушку, да? То есть смотрите, как бы система работает. Вот много людей, да, в аудитории увидели просто два слова, и вы инстинктивно оценили, что третье слово будет лягушка. Но при этом, понятное дело, важен контекст. Да? Я добавляю одно слово. Ну, если вы французы. А? О, да. То есть, соответственно, у нас лягушка не скатывается в нулевую вероятность. Совершенно верно. Но тем не менее, инстинктивно, да, русскому человеку хочется уже выбрать теперь таблетку, да? Понятное дело, что чем больше контекст мы берем, тем лучше получаем результат. Идея работает в играм. Нужен контекст, контекст нужен побольше. Какая возникает проблема? Очень большие ряды. На самом деле, чем больше мы берем n, да, степень n грамм, тем больше нам приходится переваривать. Но тут маленькая, тем больше параметров приходится оценивать и хранить, запоминать. Соответственно, такая маленькая табличка, да, то есть тут показана биграмная модель. Тут нам сколько надо хранить? Два слова, да, в контексте. Получается, для лексиконов 20 тысяч слов, средненький текст, в реальности слов гораздо больше, в реальных текстах, уже 400 миллионов параметров, да. Соответственно, если мы берем… Почему мы же не должны хранить? Мы не все встретим очень маленькие проценты за этих миллионов. Ну, на самом деле, как сказать? Если вы, допустим, не обязательно данные будут разрежены. Ну, простой пример. Вы делаете систему, которая определяет язык. Как правило, там единицей служит не слово, а служит буква. Вот, соответственно, если у вас есть очень большие корпуса, то, ну, может быть, вы, конечно, цифры в 400 миллионов не достигнете, но будете стремительно к ней приближаться. И вообще, в принципе, чтобы получить… Тут же идея не в том… Тут проблема не в том, чтобы эти цифры хранить. Тут проблема даже в том, чтобы их вычислять. 400 миллионов – окей, это немного. Немного. Можно и посчитать, и похранить, да, все хорошо. И тут же, смотрите, тут важно еще думать не в терминах, сколько у вас это съезд памяти, да, жесткого диска. Тут важно думать, сколько вам нужно текста для того, чтобы оценить эти параметры. Если мы говорим про четырехграммную модель, то это уже там порядок 10 в 17 степени, что нереально ни по диску, ни по оценке, да. Большая часть данных будут в любом случае дырки, а это не очень хорошо. Именно из-за этой проблемы на практике больше, чем трехграммные модели очень редко используются. Ну, я в течение своего опыта не видел никогда. Максимум 3 грамма. Вот, соответственно, что с этим делать, да, какие могут быть решения этой проблемы? Не подглядывать. Ну, смотрите, да, то есть наша цель… как можно больше уменьшить количество параметров. Если n фиксировано, да, то мы можем играться с n, да, уменьшать n, но тогда мы теряем точность модели. Мы можем нормализовать слова, совершенно верно. То есть технологии стимминга, про это Игорь рассказывал, да, морфологию какую-то применить, привести к начальным формам. Другой вариант можем использовать, тоже должны были разгадывать, семантическую группировку слов. То есть что это означает? Там, там, несколько слов Московский государственный университет и одно слово МГУ. Суть одно и то же, да. Соответственно, мы это можем объединить в некоторую единую лексическую концепцию и использовать ее равноправно. И так, и так. Ну, сейший, да, пример, который приходит в голову. Ну и третий, собственно, способ — больше текста. Надо больше хорошего текста. Вот. Соответственно, на практике применяются все эти способы. То есть пытаются разработчики и экономить на размерности n грамм. То есть я говорил, что максимум 3 грамма используется. И проводить какую-то лингвистическую предобработку там, где это возможно. И использовать семантическую какую-то агрегацию, опять же, там, где это возможно. Не всегда же возможно. Но и увеличивать коллекции, увеличивать размеры текстов. Соответственно, что касательно построения этих n грамм. Да, как мы это делаем. Нам нужно посчитать вот такую вероятность. Все достаточно просто. Правило условной вероятности — это отношение, собственно, на вероятности совместной встречи всех вот этих слов и к вероятности встретить условную часть совместно. Все тривиально. Нам нужно просто оценить вероятность того, что несколько слов встречаются вместе, рядышком. Казалось бы, ничего сложного. Самый простой способ, как это можно сделать, называется метод максимального правдоподобия. Не будем сильно глубоко вдаваться в подробности. Здесь идея какая? У вас есть некоторые частоты, и вы, соответственно, говорите, что эта вероятность пропорциональна частотам относительно размера вашего корпуса. Все просто и достаточно естественно, и достаточно понятно. Проблема какая с этим методом? Ну, один-два раза — это вам еще повезло. А если она никогда не встречается? Вот в чем проблема. Совершенно верно. Соответственно, есть некоторые идеи, может быть, помните что-нибудь с теорией вероятности, как с этим бороться? Логарифм? Куда? Логарифм 0 — это полный. Вот это да? Не, ну можно взять логарифм, тогда вы получите разность логарифма от частоты к логарифму размера корпуса, но и что это дало? Непонятно. Еще какие-нибудь идеи есть? Вспоминайте тервер. У вас же у всех был тервер? Идея, как еще раз делать что-то с биграммой, которая ни разу не встречалась. Сказать, что она встречается там, надо сдвинуть. Сдвинуть, что имеется в виду? Распределение. Ну смотрите, идея заключается в том, что мы можем ввести некоторые приорные знания в нашу математическую модель. Соответственно, самый простой способ это сделать… А, стоп, примерчик, да? Надо было показать. Ну, материал достаточно легкий, я думаю, вам всем понятно, бегло, да? Вот у нас есть некоторый корпус, да, в котором встречаются вот такие триграммы. И, соответственно, нам нужно оценить, что слово S встречается рядом со словами camps и cross, да? То есть что мы для этого делаем? Считаем вот такую вероятность, которая у нас равна 8 раз в тексте она встретилась. Не вероятность, а частоту, да? Считаем такую частоту, делим на другое. Получается, что вероятность встречи слова S рядом с этими двумя словами, она равна 80%, что, в общем, достаточно похоже на правду. Все хорошо работает. Соответственно, техники, когда вы вводите некоторые приорные знания в формулу расчета вероятности, как правило, называются методы сглаживания. То есть мы сглаживаем нашу вероятность. Самый простой, наверное, один из самых старых способов, его придумал в свое время товарищ Лаплас, всем известный. Идея заключается в следующем. Вот он вывел некоторое такое эмпирическое понимание того, что вероятность встретить некоторые бинарные события, ну, так, сейчас сформулирую, как это у нас получается, вероятность, что некоторое там, следующее событие произойдет, да, равно, при условии, что произошло некоторые, что в предыдущих событиях, предыдущие события произошли там s раз, да, ну, сработали. Она может быть оценена как количество, сколько мы раз видели вот эти предыдущие, к общему количеству, да, к вот этому n. И дальше мы вводим некоторые приор в виде 1-2, где 1 — это некоторый сглаживающий наш терм. То есть мы фактически, ну, если переводить на язык Bigrand, да, что мы этим самым добиваемся, мы говорим, что, ну, окей, даже если Bigram никогда не встретилась, может быть, она один раз и существует. Здесь базовая концепция заключается в этом, да. И дополнительно мы в знаменатель добавляем член, который показывает размер не нашего корпуса, да, где n — это корпус, а размер вообще всего лексикона. То есть общее количество, возможно, всех Bigram. Да, то есть b — это сколько, в принципе, в данном, данной языковой модели может существовать Bigram. Все, получается, у вас уже получается не ноль, да, причем как бы эта штука, она затрагивает, она очень слабо затрагивает n-граммы, у которых достаточно высокая частота. То есть для таких n-граммы мы получаем оценку вероятности близкая к максимально правдоподобной, да. А для n-грамм, которые встречаются очень редко, ноли, один, два раза, да, мы получаем некоторый плавный переход от оценки, грубо, единицы, деленная на n, к оценке максимального правдоподобия. Хорошая идея. Работает. Вот что самое интересное. Но с ней как бы есть некоторая проблема. Да. В данном случае, почему бы 2-граммы? Вот здесь, ну, это как бы про бинарные случайные величины. То есть все множество вот в этом законе, это я вам привел как раз вот этот закон Лапласа, из которого потом вот это вот выводится, да. А в бинарном как бы размер лексикона равен 2, туда-сюда, да. Если мы говорим про n-граммы, то сколько у вас слов, помноженное, ну, не помноженное, а в степени размера всего ваших n-грамм. Окей. В чем здесь проблема? И скиньте идеи. Проблема называется очень жирно, если кратко. То есть в чем заключается идея? Ну, смотрите, мы фактически создавая, добавляя B, мы существенным образом расширяем наше вероятностное пространство, да, если говорить абстрактно. Вот. Как будто бы мы взяли мега огромный текст. Концептуально, да. И в этом мега огромном тексте все n-граммы, которые не встречаются в оригинальном тексте, они встречаются по одному разу. Тем самым добавляя вот сюда единичку. За счет этого мы наше вероятностное пространство очень сильно сдвигаем в сторону несуществующих n-грамм. Очень большой процент. Это получается, ну, вот это реально очень большие числа, да, понятно почему. И получается, что у нас и вероятности очень-очень-очень маленькие, и, в общем, сглаживание идет достаточно жесткое. Соответственно, дальнейшее развитие идей Лапласа предложено некоторым товарищам, первым из которых был Линстом. И, в общем, тут идея очень похожая, только мы сюда вводим не некоторую единицу, а некоторую лямбу. То есть это уже параметризованное сглаживание. Мы уже сами можем регулировать. На практике так получается, что, ну, наиболее оптимальная лямбда — это одна вторая, уже получается неплохо. Но на самом деле все очень сильно зависит от ваших текстов, и есть некоторые техники, мы о них поговорим чуть позже, которые позволяют вам правильно оценить эти параметры. Вот. Здесь все примерно то же самое, да, то есть у нас добавляется некоторое… мы расширяем наше вероятностное пространство, мы вводим эту лямбу, которая, по сути, это вероятностное пространство ужимает, уменьшает. Оно и здесь уменьшает, и здесь уменьшает. Ну, в общем, получается практически то же самое, только вероятность все-таки чуть побольше, и сглаживание чуть послабее. При лямбда равном нулю мы обратно скатываемся к нашей модели максимального подобия. Окей, это все хорошо. Но, как бы, у нас в любом случае получается там единица, деленная на что-то для несуществующих энграмм, ну и на практике есть с этим проблема. В общем, на самом-то деле существует достаточно большое количество разных видов сглаживателя. Мы с вами сейчас еще поговорим про три вида. На практике их гораздо больше. И для того, чтобы правильно подобрать, ну, как правило, более сложные методы дают вам более хорошее качество, он требует больше усилий для их реализации, что, опять же, не всегда возможно потратить силы. Ну, для примера, да, называется модель хелдаут. Не знаю, как это по-русски, если честно. То есть я всю теорию изучал по-английски, по-русски я что-то не осилил найти, не успел. В чем здесь идея? Ну, еще он иногда GELINIC & MARSER называется эта модель сглаживания, и так и так используется. Вот у вас есть некоторый текст. Что вы делаете? Вы разбиваете текст на две части. Одну часть мы будем дальше условно называть обучающее множество. Это то множество, по которому мы строим основную оценку. И дальше мы вводим некоторое, ну, назовем его тестовое множество, да, в английской литературе называется хелдаутсет. Как раз таки от чего происходит это название. Это некоторое валидационное множество, которое служит нам для того, чтобы скомпенсировать ошибки обучающего множества на низких частотах. То есть как это делается? Мы вводим некоторое такое число, да, nr, которое обозначает нам количество n грамм с частотой r в обучающем множестве. То есть частоты начинаются с нуля, да, то есть nr для нуля — это количество n грамм, которые могли бы существовать в вашем пространстве, но не существуют в обучающем множестве и так далее. Дальше один раз, два раза, три раза по нарастающей. Дальше мы вводим некоторое такое число t, назовем его, тоже параметризованное, которое показывает, какое количество n грамм с частотой r из вашего обучающего множества находится с валидационной. Не какое количество, а суммарную частоту этих n грамм. Понятно, да? Еще раз. Это суммарная частота n грамм с частотой r из обучающего множества в тестовом множестве. По идее, если как бы вот эта частота вот отсюда, которую мы получили, да, ну вот эту r для некоторой n граммы, она, ну, она такая и есть на самом деле, то что-то очень близкое мы должны получить и в нашем обучающем множестве. Если это не так, то будет некоторое расхождение. И что мы делаем? Фактически мы некоторым образом усредняем, да? То есть мы берем для данной n граммы усредненную частоту и еще дополнительно делим на общий размер обучающего множества. В обучающем, да. Таким образом мы фактически берем частоты из обучающего множества, но корректируем их за счет, усредняем за счет некоторого тестового множества. Соответственно, этот подход, он вообще достаточно интенсивно используется и в статистической лингвистике, и вообще в области машинного обучения. Подход заключается в том, что вы можете ваши данные разбивать для разных целей. У вас есть какой-то огромный текст. Очень хорошо, например, взять весь этот текст, построить на нем некоторую языковую модель и использовать. Почему это не хорошо? Потому что вы не очень понимаете, что будет происходить с вашей моделью на других текстах, которые не было вашим обучающим. Может быть, ничего плохого происходить не будет, но, как правило, что-то происходит. Соответственно, второй point заключается в том, что многие модели параметаризованы. Даже если мы возвращаемся к Линстону, то есть некоторые параметры лямбда, как его подобрать. Если вы все ваши данные отправите в обучающее множество, то у вас ничего больше нет, вы что-то там построили, пальцем покрутили, получили цифру и все, и в production. Хлоп-хлоп и в production. Тоже подход иногда некоторые практикуют. Соответственно, что мы делаем? Мы разбиваем наше обучающее множество на две части. Одну часть мы используем для обучения, так называемое обучающее множество. Вторую часть мы используем для проверки. Валидационная, да, ее часть, тестовая. Как правило, большую часть все-таки множество отводят на обучение, меньшую часть на проверку, потому что мы хотим как-то, в общем, побольше загробастать, побольше информации затыщить на нашу модель. Но тут, опять же, тут все очень сильно зависит от задач. В некоторых задачах приходится делить чуть ли не 50-50 для того, чтобы получить тонкую оценку того, что получилось. Если мы говорим про обучающее множество, то вот, собственно, подход held up заключается в том, что даже обучающее множество мы можем доразбить на другие подмножества. Одно множество мы используем для построения основной модели, второе множество мы используем для корректировки. То есть это, наверное, даже вот здесь правильно назвать не тестовое множество, а корректирующее множество. Она тоже используется в обучении, она используется для коррекции предыдущих результатов. И в общем случае мы можем разбивать пополам, большую часть, опять же, в обучении, меньшую часть это. На практике очень часто используются подходы, когда мы… Ну, это называется кросс-валидация, да, когда, причем бывает там двойная кросс-валидация, а бывает, как она называется-то правильно, KWA-кросс-валидейшн. То есть когда вы ваше обучающее множество бьете не на два куска, а, скажем, на пять кусков, четыре из пяти вы используете для обучения, это и для валидации. Строите несколько моделей, поочередно отправляя каждый из этих кусков в валидацию, да, вот, в коррекцию, правильно так говорить. Соответственно, получаете несколько моделей, усредняете результаты этих моделей. Получается хорошо. Как правило, как это используется, да. Но если мы говорим про тестовое множество, то его также можно разделить на две части. Одну часть мы назовем ее часть для разработчиков, другая часть, она называется контрольная, да, финальная предпродакшн. И на самом деле, вот, если вы будете работать с такими системами, очень правильно именно таким образом и делать. То есть что происходит очень часто? Вы как разработчик, вы, у вас есть некоторые проверочные данные, вы крутите свои коэффициенты, вы веряете их на проверочных данных, но частенько получается так, что вы настраиваете очень хорошо свой алгоритм на проверочные данные, но по факту получается плохо. Если вы будете проверять результат на тех же данных, у вас всегда будет в любом случае хорошо. Как это работает на практике, да, если говорить про поиск? Существует такая штука, например, интернет-математика от компании Яндекс. Там они предлагают порешать различные задачки. И в частности, в 2009 году там они предлагали решать задачу построения формулы, которая будет ранжировать результаты. Машинное обучение, все дела. И там это было организовано следующим образом. Они выдавали некоторое множество для разработчиков, вернее, они не выдавали множество, вы могли загрузить свои решения, поэтому множество в эту систему. И система вам называла некоторое количество очков, которые вы набрали. Ну нельзя отдавать оценки, да, система сама их считает. Вы можете повторять эту процедуру много-много раз. И по факту, что мы видим, люди там добивались в этих проверочных множествах очень хороших результатов. Но для того, чтобы конкурс был честный, запасено еще одно множество. И когда подходит финиш, все сдают окончательный вариант, система считает очки, и так получается, что лидеры по девелоперскам уходят вниз. По контрольному оно всплывает наверх. То есть простой пример, как это используется. Другой пример, если говорить, например, про разработку нашего поиска, то у нас всегда есть два набора данных для контроля. Один набор данных мы отдаем разработчикам. Они на них разрабатывают, там что-то улучшают, находят проблемы, чинят эти проблемы. Но всегда существует второй набор данных, который держит у себя отдел тестирования исключительно, который перед выпуском в продакшн проверяет. И бывают ситуации, когда разработчик что-то улучшает, у него там на его показателях все стремится в небеса, сдает в проверку, а там выхлопа ноль. Начинаем разбираться, как раз-таки приходим к пониманию того, что разработчик нашел какую-то частную проблему для теста, но она не имеет значимого обобщения. Про валидацию модели есть какие-нибудь вопросы? У вас, ребята, если, кстати, какие-то вопросы появляются по ходу пьесы, не сестя, если поднимайте руку, будем с вами обсуждать. Это очень хороший формат. Соответственно, используя вот эти вот идеи с валютационными множествами и используя идею хелдаут оценщика, мы приходим к следующему варианту сглаживания, который называется deleted estimation. Идея его заключается в том, что фактически это некоторое дальнейшее развитие хелдаут эстиматора. Мы что можем сделать? Вот у нас есть наш хелдаут. Мы можем оценить вероятность вот таким способом. 0.1 обозначено тестовое и валидационное множество. А можем на самом деле эти два множества поменять местами и тоже оценить эту вероятность. Очевидно, она получится какой-то другой. Соответственно, к чьей информации пропадать? Мы берем оба этих варианта и группируем их. Фактически получаем некоторые усреднения. Это вот, собственно, тот вариант кросс-валидации, про который я и говорил. Мы строим несколько моделей. Модель номер 1, модель номер 2. И эти модели некоторым способом усреднили. Способ, понятное дело, математически корректный. Все дела. Получаем более качественные результаты. Меньше информации пропадает в этих контрольных множествах корректирующих. Ну и, соответственно, третий подход. Там, опять же, существует достаточно большое количество вариантов его реализации. Но общая идея заключается в том, что мы модели можем смешивать. Причем можем смешивать разными способами достаточно разнородные по своей природе модели. Самый простой способ, как мы это можем сделать, мы можем построить линейную комбинацию нескольких моделей, что, собственно, тут и представлено на слайде. У нас есть некоторая 3-граммная модель, да? Соответственно, что мы делаем? Мы берем униграммную модель, берем биграммную модель, берем 3-граммную модель. Каждая из этих моделей обладает своими достоинствами, своими недостатками. Каким достоинством обладает униграммная модель? Ну, не будем пока, абстрагируемся. У нас там суперкомпьютеры, там все дела. Самое главное, что параметры этой модели хорошо оценены. Мы получаем хорошие качественные вероятности, да? Но недостаток в том, что у нас очень маленький контекст, и там мы информацию теряем. В 3-граммной модели наоборот. У нас очень большой хороший контекст, но на порядке меньше информации для оценки правильных вероятностей. Соответственно, комбинируя эти модели, мы искренне надеемся, что полученный результат будет совмещать достоинства и тех, и тех. Понятное дело, линейное смешение, оно, ну, как правило, дает все-таки не очень хорошие результаты. Достаточно топорный путь. Вот. На практике используются модели гораздо сложнее. Мы не будем в них сильно глубоко погружаться. Не основная цель нашего курса, да? Моя задача показать вам в основном, как это используется, как это реализуется, да, и зачем. Есть идеи про смешение моделей? Вопросы? Извиняюсь. Совершенно верно. В чем координат, ну, в чем суть? Суть? Вот тут написано ли, а тут написано 3. В этом суть. Это не общий, а это остаток? Это не общий, а это остаток. Вы строите трехграммную модель, двуграммную модель, униграммную модель. У вас три модели. А дальше вы их объединяете. Ваша объединенная модель концептуально тоже трехграммная, потому что используют контекст 3. Но это уже другая модель. Вот, собственно, индексами отличается. Почему-то никто никогда не спрашивает, а как мы, откуда мы берем эти лямбды. Машина обучения — хороший вариант. Оба варианта перечислены. Вариант номер один — крутит руками. Вариант номер два — использовать некоторые подходы машинного обучения. Не будем вдаваться в подробности как. Назову лишь название алгоритма. Есть такой алгоритм — expectation maximization. ЕМ алгоритм. В общем, МАУ прекрасно подходит для решения таких задач. Берем, настраиваем. Соответственно, пожалуй, все, что хотел вам рассказать про инграммы. Это достаточно легкая тема. В общем, никакого космоса. Но по факту при помощи инграмм можно создать, например, достаточно неплохой детектор языков, который вам неплохо отличит. Вы все видели мифический белорусский язык? Нет? Но он мифический, потому что им никто не пользуется. Белорусы его очень любят, они его ценят. У них на государственных сайтах там есть разделы, написанные на белорусском языке. Его изучают в институтах, может быть, даже в школах. Никто не говорит. Ну, там, может, в деревнях кто-то разговаривает, интернет там целиком русский. Поэтому мы его называем несколько мифическим. Вот. По факту что получается? Тот же набор букв абсолютно. Вот так издалека смотришь, вроде русский-русский. Но когда начинаешь читать слова, ничего не понятно. То есть полностью свой набор. Слово бульба все знают. Что вообще между словом картошка и бульба? Ничего. Только буквы. Поэтому что мы можем сделать? Мы в качестве элементов наших слов можем взять просто буквы. Соответственно, построить треограммную модель. Данных у нас можно наковырять достаточно много. Для того чтобы сделать, берите белорусскую Википедию, например. Все, пожалуйста. Строите модель. Берете русскую Википедию, строите модель русского языка. Получается прекрасный классификатор, который позволяет вам отличать один от другого. Опять же, треограммные модели часто используются как последняя стадия переводчиков. Игорь в следующий раз вам об этом еще расскажет поподробнее. Но общая идея я уже говорил. Мы делаем некоторые перестановки наших слов. Кручу-верчу, обмануть хочу. Но опять же, перестановщик он стахистический. То есть он может так переставать, может всяк переставить. И на выходе получается несколько вариантов, как правило. Дальше вы берете языковую модель и пытаетесь оценить. Ну, Google Translate, там все пользовались, все знают, какие там неестественные варианты перевода часто получаются. Человек считает, и вроде смысл понятен, но видно, что как бы что-то не то. Мы это инстинктивно, мы это ощущаем. И на самом деле мозг это статистическая машина, и механизмы там работают, не скажу, что похожие, но идеи общие. Соответственно, берем энграммную модель по словам, да, трехграммную, например, и оцениваем, какой из этих слов более естественный, какие из вариантов более естественные, то показываем пользователю. Причем мы получаем на выходе вероятности, а вероятности позволяют нам сортировать. И это здорово. Значит, пятая лабораторная работа, посвящена энграммом. Что вам здесь нужно сделать? Вам нужно взять базовую идею, вам нужно взять некоторый тематический корпус от домашних заданий с коллокациями, то, что там Игорь выдавал. Выбрать два метода сглаживания из трех возможных, да, то есть линстон, хелдаут и дилет эстимейшн. Вот, соответственно, два этих метода реализовать и сравнить. Соответственно, для того, чтобы сравнить, я не знаю, Игорь говорил про перплексити. Вы можете записать некоторое ключевое слово, но, в общем, мы оставляем на ваше усмотрение, как вы будете проводить сравнение, да, оценивать, какой из методов сглаживания лучше. Соответственно, вам нужно прислать код, который вычисляет, собственно, энграммные модели, и прислать некоторый небольшой отчет. Ну, там, на 10 страниц раздувать точно не надо, там, буквально кратенько метод и полученные результаты, какой из методов сглаживания лучше. Ну, и на самом деле хотелось бы еще от вас услышать некоторые методы улучшения, что можно сделать для того, чтобы выигравшая модель работала еще лучше. Да, какие можно сделать шаги. Что значит применить метод корпуса? У вас есть некоторый текст корпуса, да, от прошлой работы. Вы строите две энграммных модели, отличающиеся тем, что вы используете в них разные методы сглаживания. Давайте с вами там, ну, я условно про трехграммную модель. Ну, я не буду, как бы, обижаться, если кто-то построит двухграммную или униграммную, но это как-то скучно, неинтересно. Окей. А у нас получается, ну, получается, в корпусе мы разбили на какие-то уникальные слова. Мы сделали в количестве этих слов, да, уникальные. В третьей степени это вот сколько всего еще у нас приглашает? Ну, почти, да. И основа сглаживания у нас получается для чего здесь? Мы те программы, которые у нас не встретились, мы для них как-то… Хороший вопрос. Вы, значит, не до конца поняли, чего мы, собственно, сглаживаем, да? У многих, да, такой вопрос? Окей. Давайте вернемся немножко к началу. То есть что из себя представляет, ну, физическая реализация инграммной модели, да? У вас есть некоторые… фактически вы храните… Так, 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 так. О, дошли, да? Вы храните вот эти вероятности. У вас есть слово 1, 2, 3, сортированное в алфавитном порядке, да, потому что порядок нам не важен. Вот у вас некоторая есть структура данных, которая позволяет вам находить быстро нужные вам пары слов. Соответственно, вы храните там для трехграммной 3 и 2 слова, да, вероятности. По 3 слова и по 2 слова встретиться. Взаимную встречаемость. Вот эти… Мы никакое не удаляем. Мы фактически… Ну, смотрите, вы берете, вот у вас скользящее окно по 3 слова, да? Вот вы взяли первые 3 слова. Смотрите, каждая дубль в – это одно слово. Фактически, что такое n-грамма, да, вот в данном случае. Вот у вас одно слово, вот второе слово – это контекст. А вот оно третье слово, которое вам надо оценить. Для этого вы храните, да, от 1 до n, ну, в случае трехграмм – это 3, и от 1 до n-1, 2. Угу. Ну, без контекста, наверное, совсем не интересно. Нет, в таким образом для каждого двух слов мы получаем вероятность встретить, ну, среди них вот слов. Вот по этой формуле вычисляю, вы получаете вероятность. Смотрите, как бы здесь весь вопрос заключается в том, как вы это будете вычислять. Можно по-простому, без сглаживания. Просто считаете, сколько раз оно, вот такая n-грамма в вашем корпусе встречается, делите на общее количество n-грамм, сколько там в корпусе есть. Можете вычислять более хитро, используя сглаживание. Например, lindstand, да, то есть вот она формула базовая, вот она измененная и так далее. То есть обратите внимание, вот здесь везде используется одна и та же вероятность. Вероятность совместного встречания n слов, да, но они все отличаются индексом. MLE, maximum likelihood estimation, что приводится как метод максимального правдоподобия. Дальше здесь lead, slow listen и так далее. ho от слова heldout, del от слова delete и далее по списку. Достаточно все просто. Все понятно. Но вы получили манитры, и это на выход, это есть n-граммная модель? Это ваш n-граммная модель, это некоторый файл. Соответственно, у вас должен быть некоторая маленькая программа, которая на вход принимает текст, да, и, соответственно, используя данную языковую модель, файлик в виде какого-то отдельного, например, она вам вычисляет вероятность, что данный текст принадлежит данной языковой модели. Фактически возвращаемся вот к самому-самому началу. Вот это вероятность. Вот это. Да? Соответственно, идея какая? Если вы все сделали правильно, ну, грубо говоря, я не помню, что там в четвертой лаборатории в качестве корпуса было. Война и мир, да? Война и мир, да? А, вообще все его, да? Вот есть такая интересная, кстати, между прочим, задача, близкая по духу к этой лабораторной, определение автора. Да? То есть что можно сделать? Можно взять как бы текст одного автора, текст другого автора. Понятное дело, что все люди чуть-чуть по-разному используют язык, да? Есть какие-то устойчивые обороты, не только лишь если, да? Сразу понимаем, о ком идет речь. Соответственно, построив языковую модель для разных авторов, дальше мы загружаем какое-то новое произведение, получаем две вероятности. Чья вероятность выше? Там, скорее всего, тот автор и был. Здесь что-то похожее. Если вы строите по части произведения Льва Толстого две языковых модели, то та часть, та языковая модель, которая покажет большие вероятности для оставшегося куска Льва Толстого, та и победила. Но это если на пальцах. Соответственно, вам предлагается самостоятельно поискать немножко в интернете на тему того, как это можно сделать с формальной точки зрения, как правильно сравнить две языковых модели. Ключевое слово здесь — перплексити. Маленькая подсказка для тех, кто ходит на лекцию. Поговорим сейчас с вами про цепи Маркова. Вопрос сходу. При чем здесь хомяк? Вы когда-нибудь где-нибудь цепи Маркова изучали? Что общего у цепей Маркова и жизни хомяка? Основная идея заключается в том, что жизнь хомяка, его текущее состояние, зависит исключительно от того, в каком состоянии он был до этого. У него нету контекста жизни. Он, если спал и проснулся, то есть вероятность, что он пойдет поесть. Если он поел, то есть вероятность, что он пойдет поспать. Причем, как бы спал он перед едой или не спал, в общем-то, значения особого не имеет, чего он там занимался. Это, собственно, и есть наши цепи Маркова. То есть формально они определяются как. У вас есть некоторая последовательность случайных величин. У этих случайных величин общее множество значений. Здесь формально оно обозначено как S. То есть что это такое? У нас здесь множество значений, три состояния хомяка. И, собственно, последовательность случайных величин — это его жизнь, его состояние, в которое он переходил. При этом такая последовательность случайных величин называется цепью Маркова, если выполняются два условия. Одно условие называется ограниченность горизонта событий. То есть формально записывается это так. У вас вероятность того, что следующее состояние будет, ну, некоторое эскатое, при условии, что предыдущие состояния были такие, она должна равняться вероятности просто от предыдущего состояния. Все остальное неважно. Вся его предыдущая жизнь не имеет никакого значения. И второе. Опа, у меня тут вывалялось кусок формул. Ну, идея заключается в том, что она инвариантна ко времени. То есть, в принципе, не особо должно быть важно, молодого мы хомяка берем или старого. Переходы из состояния в состояние должны подчиняться просто каким-то вероятностным законам. Здесь что написано? Здесь вероятность от xt равно sk при x1 равна точно такой же, как на самом первом шаге. Не имеет значения. Все достаточно просто и понятно. Какие еще есть примеры цепей Марковых? Можете сходу придумать? Вот вы в правильном направлении думаете в том смысле, что цепи Маркова, они иногда используются для того, чтобы автоматически генерировать спам текста в интернете. Или для того, чтобы опять же проверять, насколько текст является естественным или неестественным. Но это все-таки не особо научная статья. Про какой-нибудь карчеватор, да? Знаете же все истории про карчеватор, нет? Ну это да, это была такая известная история. Там несколько человек, в общем, они были недовольны существующей системой рецензирования в научных журналах. Слабая достаточно. Это было не в России, это было где-то в Америке, кажется, или в Европе, но не у нас, да, чтобы так сразу не думали. И там товарищи сделали программу, которая автоматическим режимом написала там научную статью, тему там специфика использования карчеватора в каких-то мультипалиномеральных полях. Ну и дальше вот в этом же духе там полный бред. Соответственно, они взяли эту статью, зарядили в научный журнал, рецензенты отрецензировали и опубликовали. Занавес, да? Вот. Это на самом деле для них очень большая проблема, потому что сложно найти хороших рецензентов. Вообще для научного журнала это основная вещь. Окей. Соответственно, как у нас определяется, чем у нас задается цепь Маркова, да? Для того, чтобы ее создать, нам нужно две вещи. Одна вещь называется статистическая матрица переходов. Фактически некоторая матрица, которая описывает вероятность перехода из одного события в другое событие, да? Все достаточно просто. Вот так мы ее будем обозначать в дальнейшем. А и житая. Ну и вторая, собственно, часть. Не подглядываем в слайд. Поглядели, да? Ай-яй-яй. Ну ладно, ничего страшного. Это вектор начальных состояний, да? Вам нужно как бы с чего-то начинать. Начало в любом случае у цепи есть. Задается буквой пи и тэ. Все просто. Марковскую цепь можно представить в виде некоторого графа. Соответственно, некоторые такой вероятностные конечные автоматы. Опять же, у нас есть некоторое начало, у нас некоторые состояния и переходы между этим состоянием. Причем, обратите внимание, между некоторыми состояниями перехода нет. Фактически это означает, что в этой матрице у нас будут нули. Это тоже возможно. Окей. Примеры, да? Статья не очень походит. Ну вот, например, состояние книжки в библиотеке. Классическая цепь Маркова, да? У нее есть два состояния. Она лежит на полке, ее кто-то взял. Ее следующее состояние зависит только от предыдущего. Если ее кто-то взял, то ее не может еще раз кто-то взять. Ее можно… Следующее ее состояние будет только на полке. Либо все еще сдано, да? И так далее. Чуть-чуть более сложный пример. Поведение пользователей на сайте. На самом деле мы как бы… Ну, понятное дело, что там не цепь Маркова, да? Потому что у пользователя есть в голове контекст, у него есть некоторая цель, как он блуждает. Но для некоторых применений, да, зачем нам вообще все это нужно? Мы вполне можем допустить, что пользователь в интернете — это такая хомяк. Да. Он что может делать в интернете? Он может зайти на страницу и втыкать. Повтыкал-повтыкал, увидел ссылку, перешел. Причем делает он это совершенно бессмысленно, да? Это так называемая на самом деле шутки-шутки, но это совершенно натуральная модель случайного блуждателя, она так и называется. И, наверное, многие слышали про алгоритм PageRank, мы с вами потом его рассмотрим, да, на которую в свое время, в далеком 98-м году Google выехал, да, чем он отличался от других поисковиков. Она основана ровно на этой модели. И ровно, собственно, цепи Маркова сделали Google. Можно так даже выразиться. Тупо, но работает. Позволяет, например, оценить популярность, популярность каких-то ресурсов. Такой странный социальный парадокс. Отдельный человек в отдельности достаточно умный, а толпа везде все достаточно глупо. Поэтому такие модели работают. Следующий вариант цепи Маркова — это недавно рассмотренные с вами энграммы. Да? Не возникает парадокса? Ну, почти. То есть, смотрите, если мы берем униграммную модель, то есть следующее слово зависит только от предыдущего. Классическая цепь Маркова. Если мы берем биграммную модель, когда зависит от двух слов, то это уже не совсем цепь Маркова, да, потому что цепи Маркова горизонт должен быть ограничен предыдущим событием. Тем не менее, на самом деле, на энграммы вполне себе можно натянуть математический аппарат марковских цепей, просто предположив, что вот наши предыдущие два слова — это единое состояние. Все. И мы последовательно скользящим окном сдвигаемся. Окей. Соответственно, что с этим можно сделать? С классическими марковскими цепями делать можно, ну, не очень много. Все-таки достаточно простая вещь. Основное, для чего их используют, это для определения вероятности последовательности каких-то событий, что очень похоже на энграммы. У вас есть некоторая модель, у вас есть некоторая последовательность, и вы хотите понять, насколько эта последовательность вписывается в данную модель. Все просто. Делается это каким образом? Вам надо оценить вот такую вероятность, да? Дальше просто формула совместной вероятности. Вспоминаем тервер. Записывается она вот таким незамысловатым образом. Всем видно первую строчку? Окей. Соответственно, мы берем вероятность. У нас горизонт ограничен, да? Вот это все мы выкидываем. У нас остается, что следующее зависит только от предыдущего. А вот это не что иное, как у нас получается матрица переходов, да? А вот эта часть, это не что иное, как вектор начальных состояний. Ну и все, понеслось. Причем, а кстати, вот хороший вопрос, да? Вернемся к модели случайного блуждателя, чтобы у вас лучше понимание сформировалось. Что в модели случайного блуждателя будет вектором начальных состояний и матрица переходов? Вот модель случайный блуждатель по сайтам в интернете. Что у вас там в состоянии? Сайт, на котором находится человек, да. Наверное, начальные состояния, это какой-то ядекс, либо гугл, с чего он начинается, либо социальная сеть, либо контакт. Пойдет. Ну, можно и так сформулировать, но в общем это какие-то популярные сайты. Фактически вектор начальных состояний вам описывает популярность сайта, да? Вероятность того, что человек начнет с этого сайта в свое путешествие в интернете. Можно заложиться на поисковики, можно просто там, допустим, сказать, что чем популярны сайты, тем больше вероятности. Переходы что такое? Ссылки. Соответственно, чем больше ссылок с сайта, вернее, на сайт, тем больше вероятность, что на него перейдут. Окей. Хорошо. Понимаем. Примерчик, да? Но примерчики тривиальные. Наверное, объяснять не стоит. Окей. Марковские цепи — это хорошо, но неинтересно, скучно. Горазно интереснее штука под названием скрытые марковские модели. В чем заключается идея? Чтобы понять, представим себе некоторый такой сумасшедший автомат по производству прохладительных напитков. В отличие от обычных нормальных аппаратов, он стахистический. Что это называет? Что это такое? Вот у этого аппарата есть два внутренних состояния. Он может предпочитать выдавать, что у нас там, колу, да? А может предпочитать выдавать чай. Это его скрытые внутренние состояния. В данном случае вот слово скрытое имеет как раз к этому отношение. При этом наш автомат может производить три напитка. Не два, а три. Он может вам выдать колу, он может вам налить чай, а может лимонад нацедить. Вот такой автомат. То есть подходите, ничего не знаете, кнопку нажимаете, вам что-то наливается. Соответственно, классическая марковская цепь. При этом после того, как вы налили, у вас внутри автомат переключается в какое-то другое состояние. Внутреннее состояние автомата — это марковская цепь. У нас есть некоторая матрица, которая говорит нам о том, как он переходит. Но кроме пространства внутренних состояний, у вас еще появляется некоторое пространство output, пространство продукции. И у вас появляется еще одна сущность, которую мы назовем матрица вероятности продукции. Матрица вероятности продукции описывает вам то, с какой вероятностью данный процесс, какой-то данная модель, а будучи в каком-то состоянии, произведет тот или иной автомат. Собственно, вот он примерчик. У нас есть два состояния — cola prefer и iced tea prefer. И, собственно, некоторые вероятности — в состоянии предпочитаю колу 60% нальет вам колу, в состоянии предпочитаю чай нальет вам чай, ну и, соответственно, лимонад там как-то тоже распределяется при всем при этом. Модель уже посложнее, поинтереснее, больше похожа к реальной жизни. Соответственно, у вас там есть некоторый хомяк, которого там что-то в голове, он как-то переключается. По факту вы за этим хомяком наблюдаете, там уменьшилось у вас в миске еда или не уменьшилось. И вы пытаетесь, и вы можете попытаться на основе вот этой доступной вам наблюдаемой информации определить скрытые состояния. Идея скрытых марковских цепей, понятно? Все достаточно просто. Или непонятно? У вас есть некоторая система, у нее есть внутренние состояния, которые переключаются. Переключаются они по марковскому закону. Это марковская цепь. И у этой системы есть некоторая продукция, которая зависит от этих состояний, но зависит вероятностно. Хороший пример, близкий к поисковикам, мы чуть попозже про это проговорим, как это используется. Пользователь заходит на поисковую страницу, на страницу с результатами поиска, да, и начинает просматривать их сверху вниз. Про каждый результат он делает некоторые осуждения, нравится или не нравится. Это скрытое его состояние. В зависимости от этих состояний он может либо сделать, либо не сделать клик. Мы знаем, что если ему нравится, то вероятность того, что он кликнет, высока. Хотя не факт, что кликнет. Может, захочет дальше посмотреть, может, ему надоело смотреть. Мы не знаем это. Мы как бы не видим пользователя. Но мы видим его клики, да. Соответственно, мы можем построить некоторую модель вот этого всего процесса, да, который он происходит. И из этой модели, каким-то кручу-верчу, обмануть хочу, мы получаем некоторые оценки того, что происходило у пользователя в голове. Понравился ему документ, не понравился. Простой пример, да, близкий к поиску. Окей. Соответственно, что мы можем делать со скрытыми маркерами моделями? Тут все повеселее. Тут у нас появляются аж три задачи, которые потенциально для разных применений можно решать. Первая задача, самая простая. У нас давно множество наблюдаемых процессов, да. И мы хотим просто оценить некоторую вероятность того, что для данной последовательности наблюдаемых аутпутов они были произведены этой моделью. У вас могут быть две, например, разных моделей, и вы хотите понять, какая модель ближе к тому, что вы выводите сейчас. Вот это? Мю? Где? ХММ? Sorry, это Hide and Markov Model. Английский язык. Дальше, смотрите, что. С первой задачи понятно, да, что нужно сделать. Ну, применение, у вас есть две разных модели, вы оцениваете, насколько последовательность соответствует той или иной модели, принимаете какое-то решение, да. Случай с Engram, как раз про это. Вторая задача сводится к следующему. У вас есть некоторая модель, и у вас есть некоторые наблюдения. И вам нужно определить, какова вероятность того, что модель находится, находилась, производя вот эти ауты, в определенных состояниях. И в более общем случае, возможно, вы хотите найти как раз-таки набор вот этих состояний, которые максимизируют вероятность того, что у вас получится такой аутпут. Ну, грубо говоря, вы пронаблюдали что-то, да, и хотите найти такие состояния, вероятность которых при таком аутпуте будет максимальной. Вот так это правильно проговорить, да. Задача номер два. И задача номер три, наиболее интересная, да, для нас. Ну, они на самом деле, вот эти две в связке интересны. У вас есть некоторая структура модели, и у вас есть некоторый аутпут этой модели. Что такое структура, да? Вы знаете, какие там есть состояния, вы знаете, что эти состояния связаны друг между другом, но у вас нету, собственно, самих оценок вероятностей. Вот этих матриц у вас нет, да. Возвращаемся к примеру про пользователя, который ходит по странице. Мы знаем как бы модель, да, как он думает, как он потом кликает. Но мы не знаем параметров этой модели, но мы видим клики, наблюдаемые. И что мы хотим? Мы хотим оценить эти параметры, подобрать их такие, чтобы они были максимально хорошо вписывались в наблюдаемую последовательность. Это некоторая задача обучения, да, сводится к этому. Окей, с задачами понятно? Двигаемся дальше. А как можно решать задачу номер один? Самый простой способ в лоб, да? Ну, то есть вы можете расписать все возможные пути, пройтись по каждому из них. Соответственно, чем дальше вы уходите во времени, тем развесите у вас появляется, получается это дерево, тем больше вам нужно перемножать. В итоге получается вот такая вот какая-то адовая оценка количества умножений. Ну, видно, что для там 10 состояний в момент времени 10 шагов это уже получается там что-то типа 10 миллиардов перемножений на космос. Считать будет тяжело, да. Соответственно, нам нужно что-то более оптимальное для решения этой задачи. Есть такой алгоритм, называется алгоритм вперед-назад. Соответственно, на самом деле это два алгоритма. Есть алгоритм вперед, есть алгоритм назад. Они решают одну и ту же задачу, каждый из этих алгоритмов, собственно, по оценке вот этой вероятности. Делают это на самом деле даже похожим способом. Нам нужно O, потому что оба эти алгоритмы будут использоваться для решения третьей задачи. Соответственно, сейчас мы с вами их рассмотрим. Алгоритм вперед. Что у нас здесь есть? Мы вводим некоторую такую переменную, назовем ее альфа, которую мы вводим для каждого состояния внутреннего нашей скрытой маркерской модели и определяем ее для момента времени t. Что она из себя представляет? Она из себя представляет вероятность того, что от начала времени до текущего момента мы пронаблюдали какую-то определенную последовательность событий. Причем в текущий момент мы не события, а продукции. Вот эта вот часть O. Причем в текущий момент, что там производится, мы еще не знаем. Но при этом мы еще заодно оцениваем вероятность того, что в текущий момент времени модель находится в состоянии и там, вот в этом состоянии, коммунтором применения сна альфа. Ну и, соответственно, все это для данной модели. Ну такая простенькая вероятность. Фактически, что эта вероятность означает? Она означает, что мы как бы дошли до какого-то состояния, видели какой-то аут, и сейчас находимся вот в этом состоянии. Вот такая вот вероятность. Соответственно, дальше алгоритм по индукции работает. А на начальном этапе у нас для it-ого состояния в момент времени 1 это значение равно вектору начальных состояний. С чего мы начинаем? Ну понятно, что мы ничего не видели, или мы просто можем с какой-то вероятностью быть в каждом из состояний. Дальше что происходит? Мы переходим к моменту времени t плюс 1. Соответственно, для этого мы проходимся по каждому из возможных направлений, фактически суммируя вероятность того, что мы находились в предыдущем состоянии. Домножаем ее на вероятность перехода, то есть это наша матрица А, то есть делаем некоторый шаг вперед и смотрим, что мы, сделав этот шаг вперед, у нас произошла некоторая продукция. Фактически мы переходим к следующему вот этому x, и мы добавляем одну продукцию к нашей вероятности. Ну и, соответственно, так как мы из текущего состояния можем выйти в какое-то количество других состояний, мы добавляем сумму. Все просто, все понятно, да? Есть вопрос? Всем понятно? Не, на самом деле много букв, но по сути очень просто. Не, а есть еще вероятность нахождения в этом состоянии при вот таком ходе? Еще раз. Ну вот, а я, да, вверху написано, что это вероятность, да? Вот это? Да. Ну вот так вот. Это вероятность того, что мы пронаблюдали вот в этот момент времени, до этого момента времени, какое-то количество аутпутов? И находимся сейчас в этом состоянии. Ну, фактически мы прошли по кому-то… Почему алгоритм вперед, да? Мы идем вперед во времени. Я просто спрашиваю, насчет того, что это вероятность, потому что мы инициализируем ее в первом… ПАТИ, это же ПАТИ, это же начальность… Совершенно верно. У вас в начальный момент времени еще нет никакой продукции, да? Вот тут T-1, получается отрицательный индекс, вот этого ничего нету. И у вас просто вероятность нахождения в этом состоянии. Все просто. А так как матрица стахистическая, то есть сумма сводится к единице, да, то у вас здесь все равно получается вероятность. Все окей. Все срастается. Вот. Соответственно, дальше что вы делаете? Вы последовательно идете во времени. Тут на каждом шаге немного умножений. И доходите до момента времени T. В момент времени T вы уже дальше никуда не идете. Вы просто получаете… У вас вот этого уже нет, да, оно исчезает. Вы куда-то уже ушли. Ну и, соответственно, данная вероятность… Не, не извиняюсь, никуда вы не ушли. У вас… Обанул. У вас есть уже какая-то продукция для момента времени T, да, вы оценили вероятности. И у вас есть вероятность, что вы, получив вот такую продукцию, которую вы пронаблюдали, вы переходите в какое-то из этих состояний. Соответственно, для того, чтобы избавиться от одного члена совместной вероятности, мы что делаем? Мы суммируем по всем возможным значениям этого члена. Соответственно, просуммировали для момента T плюс 1 по всем возможным состояниям, получили вероятность пронаблюдать данную продукцию. Соответственно, вычислительная сложность становится на порядок меньше. Сравниваем вот это и вот это. Профит в чистом виде. Вопрос? Давайте. Окей, алгоритм назад. Идея абсолютно похожая, только двигаемся с обратного конца. Вводим некоторую бету. Точно так же она для какого-то состояния задается и для какого-то времени t. Она у нас что из себя представляет? Она у себя представляет, что после момента, начиная от момента t до конца, мы пронаблюдали какое-то количество output, но тут уже при условии того, что мы были в данном состоянии в этот момент времени, ну для данной модели. Очень похоже, да, но обратите внимание, что вот это перелезает за палку, уходит в условия. Точно так же. Инициализируем, не подглядываем в слайд. Чем? Мы ее инициализируем единицей. Потому что мы никакой продукции не наблюдаем и можем в любом состоянии. Да? То есть вот это у нас исчезает часть. Какое тут уже условие становится неважным. В любом случае, как бы, нет продукции, не о чем говорить, вероятность единицы. Окей. Дальше шаг индукции только в обратном направлении во времени. Мы движемся назад. Мы что берем? Мы точно так же суммируем по всем состояниям, только в обратном направлении в графе. И, в общем, точно так же домножаем это на вероятность продукции и на вероятность обратного перехода. Перешли назад. Все окей. Дошли до самого начала. У нас остается момент времени 1. Для того, чтобы получить вот эту вероятность, мы просто домножаем, проходимся опять же по всем состояниям, домножаем на начальное условие, домножаем на это B. Профит. Примерно точно такая же вычислительная сложность. Очень конспектуально близкий подход. Да, но только с другой стороны. Вопрос? Да, начальное состояние в вашем случае единица. Питая? Нет, питая — это вектор начального состояния вашей модели. Единица — это бета в момент времени t плюс 1, для того, чтобы вы ее вот сюда могли поставить и вычислить b и t для момента времени t. Дальше двигайтесь назад, пока не дойдете до первого момента времени. И дальше вам нужно просто еще скорректироваться на начальное состояние и просуммироваться по всем возможным путям. Окей. Соответственно, я уже сказал, что в основном это нужно для чего? Это нужно для алгоритма Baum и Welch, который используется для решения третьей задачи. Ну, еще есть некоторые варианты со сглаживанием. Сглаживание аналогично, как в марковских цепях, ну, аналогично в концептуальном смысле. Понятное дело, математика другая, но, в общем, тоже можно использовать. Задача номер 2. Нам, напоминаю, нужно оценить вероятность того, что модель находится в каком-то состоянии, наказилась в какой-то последовательности состояния для данного output, при условии, что мы пронаблюдали некоторые данные input. Да? Ой, не, все набрал. Понятно, да, задачи? Не буду пересказывать. Соответственно, в более общем случае мы не просто хотим оценить вероятность для этих состояний, мы, собственно, хотим узнать, в каких состояниях была система, при том, что вероятность этих состояний для данного опута будет максимальна. Формально записываются вот так. То есть мы хотим найти некоторую последовательность состояния x, такую, что ее вероятность для данного опута, для данной модели будет максимальна. Окей. На самом деле, вполне себе без проблем, это все можно редуцировать до вот такого задачи, да. Перенести некоторые наблюдаемые события вот сюда. Задача остается то же самое. Максимум будет там же. Вероятности будут другие, но максимум будет там же. Соответственно, как мы это делаем? Похожий немножечко подход в том смысле, что мы вводим некоторую промежуточную переменную, назовем ее дельт. Мы ее вводим для каждого состояния, для каждого момента времени. Что она себе представляет? Она себе представляет максимальную вероятность того, что до момента времени t мы прошли вот такие состояния, пронаблюдали вот такие опуты, и сейчас находимся вот в этом же там состоянии. Это достаточно сложно все проговаривать, но если спокойно посмотреть на формулу, все это становится понятно, да? Нет проблем с пониманием того, что здесь записано? Ребята, вы еще с нами. То, что мы до момента t, для которого мы определяем эту дельту, прошли эти состояния. Это продукция данной системы. Окей, как это работает? Точно так же, опять же, по индукции. В начальном состоянии у нас исчезает вот это, у нас исчезает вот это, да? Остается только вот этот кусочек, который равен вектору начальных состояний. Все просто. Что мы делаем дальше? Дальше наша задача, мы уже знаем, что вероятность того, что мы дошли до момента времени t, мы ее уже знаем. Вот она, да? Соответственно, нам просто нужно сделать следующий шаг. Для этого мы перебираем все возможные состояния и находим такое, в котором вероятность оказаться, ну, перейти на следующий, на следующий, ну, в следующий момент времени с учетом того, что мы уже до сюда дошли, она будет максимальной. Фактически максимизируем только вот этот маленький кусочек. И, соответственно, если мы решаем задачу не просто оценки максимальной вероятности, а еще и решаем задачу поиска этих состояний, мы на всякий случай это состояние запоминаем. Да? Макс, арг, макс. Все видят. Все. Соответственно, по индукции доходим до конца. В последнем у нас, значит, в момент времени дельта t плюс 1 это как раз и будет наша исходная вероятность, которую мы хотели оценить. Они будут листать далеко. Ну, и в векторе φ у нас будут все состояния, через которые прошла модель. Переходим к следующему алгоритму. Он немножко более сложный. Называется алгоритм Bauma-Welsher. И он предназначен для настройки скрытой маркетинговой модели по некоторому обучающему множеству, то есть примеров, аутпутов, которые вы наблюдаете. Что мы делаем? Фактически формализуется задача вот таким образом. Найти максимальное mu, при котором вероятность того, что мы пронаблюдаем такую продукцию, будет максимальной. Формальное определение. Работает это так. Мы начинаем с некой рандомной модели. У нас есть каркас. Каркас — это ваше тело, как вы его сформируете, как вы определите внутренние состояния, как вы определите пространство аутпутов. Это все ваше дело. Вы сформировали, и дальше вы формально считаете, что внутри можем переходить из разных состояний, и из любого состояния мы любую продукцию можем производить. Причем на первом шаге, алгоритм итеративный, на первом шаге мы эти вероятности вообще забиваем некоторыми случайными значениями. Рандомные фактически. Что мы делаем дальше? У нас есть некоторый аутпут, на котором мы обучаемся. У нас есть рандомная модель. Мы оцениваем, какова вероятность пронаблюдать этот аутпут для рандомной модели, и после оценки мы корректируем значение параметров нашей модели таким образом, чтобы максимизировать эту вероятность. Фактически проверили, подкрутили, проверили еще раз, еще раз подкрутили, проверили еще раз, подкрутили. Соответственно, есть формально-математическое доказательство, что данный алгоритм сходится. Причем сходится относительно быстро. Он обладает сходимостью. Как мы это делаем? Соответственно, для того, чтобы это сделать, по традиции мы вводим некоторое количество дополнительных переменных. Значит, первое из них — это вероятность того, что в момент времени t мы перейдем из этого состояния в житое состояние. так записывается, формально она определяется вот так. Что мы можем сделать? Мы можем избавиться для начала от вот этого O, множества output, в самом начале, внести его в саму вероятность из условия. Делаем мы это по деливной вероятности, ну, правила условной вероятности все помнят. Соответственно, остается вопрос, как оценить вот это. Для того, чтобы вот эту часть оценить, вот это мы уже умеем считать штуку. Вторая. Нет, первая. Все правильно. Извиняюсь. Соответственно, вспоминаем алгоритм вперед-назад. Алгоритмы вперед-назад у нас были вот такие вот альфа и вот такие вот бета, которые вот так формально определяются. Фактически вот тут иллюстрация, я не знаю, вам видно, не видно, наверное, да, с последних рядов. Но что мы имеем? Мы имеем, мы находимся в какой-то момент времени t, да, вот здесь, и хотим перейти в момент времени t плюс 1. У нас есть некоторые два состояния, и житое, да, и мы хотим оценить вероятность перехода. Мы знаем фактически вероятность того, что мы дошли вот сюда. Правильно? И мы знаем вероятность того, что вот как бы из этого состояния мы дойдем до конца. Эти две вероятности мы знаем. Вот они нам заданы. Поэтому что мы делаем? Мы берем нашу некоторую вероятность вот эту, да, того, что мы дошли сюда, домножаем ее, все просто, на вероятность перехода по этому ребру, домножаем на вероятность пронаблюдать данную продукцию, которую мы уже знаем, да, она есть в нашем обучающем множестве, и домножаем на вероятность того, что мы дошли до конца. Тем самым, да, смотрим на условия, чего мы добиваемся. у нас вот это output берется отсюда, берется из этой вероятности, да, получается вот это полное O. И дальше по правилам условий мы получаем некоторую оценку для вероятности, для момента времени 1, и т, и т, и т, и т, и т, и т плюс 1. Соответственно, это то, для чего нам, собственно, и нужен был алгоритм вперед-назад. При помощи этого алгоритма, рассчитав для каждого момента времени t вот эти вероятности, мы можем, собственно, оценить вот эти ребра. Оценить вот эти вероятности. Ну, соответственно, нижняя штука тоже, кстати, вполне себе при помощи алгоритма вперед-назад решается. Только нам не нужно вот эти дополнительные вероятности вводить, и нам нужно просумерить по всем состояниям. Окей. Теперь, собственно, приходим к самому алгоритму. Что у нас есть? У нас есть некоторая вероятность гамма того, что в момент времени t мы находимся в состоянии i. Ее мы можем вполне себе вычислить через вероятности p. Просто посуммировав по всем конечным назначениям. Это понятно, да, откуда берется? Тут просто используется формула условной вероятности, а формула совместной вероятности событий. Окей. Дальше мы итеративно начинаем подкручивать вектор на нашей модели. Первое, что нужно подкрутить, это вектор начальных состояний. Он у нас тоже заполнен рандомом. Соответственно, что мы делаем? Мы… У нас уже есть некоторая модель, да, некоторая оценка, исходя из нашей кривой модели, что в момент времени item, в момент времени t равно 1, мы находимся в item состоянии. И мы фактически эту гамму 1 берем как вектор начальных состояний. Таким образом, максимизировав вероятность пронаблюдать данные события на один шажок. Да, чуть-чуть их сделать, покорректнее. Дальше аналогичным способом мы корректируем матрицу переходов внутренних состояний. Корректируем мы ее как? Мы берем некоторую оценку того, что мы переходим из состояния it в j, неважно для какого времени, да, и делим их на вероятность того, что мы в принципе наблюдаем, на оценку того, что мы находимся в этом состоянии. Я вас немножко запутал? Нет, не запутал. Все правильно сказал. Окей. Соответственно, вот эту оценку мы получаем как сумму вот этих вот переходов по всем временам, да, усредняем фактически. Вот. И делим их на сумму, опять же, по времени пребывания в конкретных состояниях. Фактически мы берем для каждого момента вычисляем какое максимально правдоподобная должна быть вероятность в этот момент времени для такого output и дальше просто усредняем по всем output. Скорректировали, да, точно так же, как здесь. Абсолютно аналогичным образом только у нас еще добавляется условие, что мы обозревали некоторый output. Причем, кстати, вот тут обратите внимание на нотацию. Скрытые маркские модели бывают в двух нотациях. Нотация номер один подразумевает, что у вас продукция в момент времени t определяется состояние в момент времени t, а другая нотация, она определяет продукцию переходом из состояния t в состояние t плюс 1. В зависимости от того, по какому ребру мы прошли. Здесь для второй нотации она более расширенная, да, то есть первая нотация частный случай второй нотации. Но идея как бы остается той же, да. Мы оцениваем число переходов из и того состояния в житое при условии, что мы наблюдали конкретный output k, для которого мы корректируем коэффициент, и делим на общее число переходов из состояния и т и житое. Точно так же суммируем по всем временам усредняя фактически, только в знаменателе, в числителе мы ограничиваемся теми моментами а моментами времени t, когда мы наблюдали ту продукцию, для которой мы это оцениваем. На самом деле все тривиально. Ну, просто слайдов много, надо внимательно это все просмотреть. Имплементируется очень легко. Окей, есть какие-нибудь вопросы? Вопрос такой, в самом начале я думаю, что это алгоритм и веса, то есть вероятность переходов мы случайно задаем в данный а поито это не продал. Смотрите, мы сформировали некоторую случайную модель. Дальше мы в этой случайной модели при данном аутпуте для каждого момента времени t посчитали вероятность того, что такой переход происходит. Оценили вероятность. Дальше мы что делаем? Мы сама цепь имеет время, модель времени не имеет. Модель это набор параметров. Мы проходим по всем временам, которые есть, которые формируют наше обучающее множество и усредняем. За счет этого усреднения мы получаем некоторую коррекцию и получаем более правдоподобные веса. Повторяя итеративно несколько раз, мы все получаем более-более-более правдоподобные веса и в конечном итоге мы получаем сходимость к нашей формально поставленной задаче. Мы получаем такую модель, для которой вероятность наблюдения вашего обучающего множества будет максимальной. Профит. Вы подобрали веса. Есть еще такой вопрос. Если есть какая-то оперативная алгоритм, который в самом начале давая рандомные параметры положить, то всегда найдется человек который скажет давайте в качестве рандомных параметрах поломим результаты более просто модели. Это несколько может ускорить сходимость. Непонятно только как вы это вычислите, но можно априорно как-то взять. Наверное можно. Если честно у меня мало опыта проворачивания таких штук. Я работал с марковными цепями, но не так чтобы постоянно в течение длительного времени. В принципе идея использовать априорную информацию в качестве каких-то начальных значений она хорошая, она годная, она много где используется. И хорошая идея использовать некий стахистический элемент, элемент случайности. Да, это все работает. Окей, теперь чуть-чуть осталось. Мозговый носа наверное уже не будет. Дальше поговорим с вами про то, как это все можно применять. Для того, чтобы вам стало немножко более понятно, что это такое в реальности маркс цепь и как это можно юзать с профитом для вас. Первая штука, про которую хочу вам рассказать, она называется тегер. Ну это в общем такая несколько общая задача. В книжке про NLP там есть целая глава посвященная к этому классу задач. Общая идея следующая. У вас есть некоторая последовательность чего-то там, текста какого-то. Вам нужно расставить над этой последовательностью метки. Метки можно расставлять по принципу существительное прилагательное глагол. Можно чуть-чуть более практично это например попробовать размечать адреса в тексте. Задача с первого подхода кажется тривиальной в том плане что нашел город Москва дальше смотришь где подписано ул там те улица дальше дом будет. По факту мы упираемся в людей. Люди они такие что каждый пишет адрес на свое усмотрение. Это огромное количество способов. Ну начиная в том что в английском языке адрес записывается вообще в обратном порядке относительно нашего. Заканчивая кто-то напишет ул кто-то напишет улица а кто-то вообще напишет. Другая проблема. Третья проблема что существуют города а в других городах существуют улицы с таким же названием. в общем вариантов масса какие могут возникнуть проблемы но про цифры я уже молчу цифры шоссе строение и так далее и тому подобное в общем все это приводит к тому что если вы пытаетесь хорошо решить эту задачу регулярочками не обойдетесь на большом объеме данных нужно чуть-чуть более посложнее соответственно дальше я вам расскажу как в общих чертах это было решено в нашем поиске кто захочет поподробнее вот тут нахар про это даже целая статья была в свое время запилена делали давно но для понимания хорошо подходит что мы делаем мы создаем нашу некоторую скрытую марковскую модель у которого пространство состояний оно заключается в том что мы вот вот здесь мы находимся S это состояние что то что мы ту часть текста которую мы наблюдаем она относится к тому или иному части адреса внутреннее состояние мы описываем улицу улица может двумя словами описываться Олег Кашов например и так далее и тому подобное соответственно мы вводим состояние для описания улицы для описания города для описания номера дома и т.д. и т.п. модификаторы ну вот тут пример привычисленный и собственно мы вводим некоторую наблюдаемую продукцию которая заключается в том что это слово из какого-то словаря городов это слово из словаря улиц и т.д. и т.п. где находим то у нас продукция соответственно и дальше строим над всем этим при помощи алгоритма Баума Уэллш оцениваем параметры продукция продукция это то что мы наблюдаем в тексте цифра например какая-то да а состояние это что именно мы наблюдаем ну грубо говоря вот мы вы видите цифру да что это цифра это индекс или это номер дома или это корпус что это соответственно скорее всего оно зависит от предыдущего состояния поэтому аппарат морских этих цепей тут вполне себе применим так я вас кажется немножко запутал состояние это вот это да а наблюдаемая продукция это вот это все правильно вот соответственно c это мы наблюдаем где у нас тут район вот t это город состояние t и соответственно здесь мы наблюдаем некоторые некоторые слова из словаря городов например здесь у нас такой словарик вот соответственно внутри мы получаем вероятности переходов то что после например города будет записана улица оцениваем вероятность у нас есть некоторые обучающие множество примеры адресов которые мы разметили вручную и по нему мы оцениваем соответственно после города где у нас Т после города, у нас может идти ТВ, описывает город, который найден в самом словаре, да, так, тут, 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 на самом деле немножко криво записано, в том плане, что должна формироваться диагональ, тут у него не формируется диагональный элемент, и, соответственно, следующее после него может быть ЦВ, это что? О, описывает один из известных мотивификаторов города. А здесь какая идея? Мы, это матрица продукции, да, соответственно, если мы находимся в состоянии город, то есть вероятность 88%, что мы поставим модификатор города, напишем G точка. Не всегда это делают, иногда не делают, да. Строки должно сходиться к единице. Хороший вопрос, почему не сходится. Какая-то здесь ошибка в этой табличке. Ну, ладно, для понимания, да, для понимания идеи, я думаю, это достаточно, да, то есть, соответственно, другой вариант, это, находясь в состоянии города, единичная вероятность, что как-нибудь город из словаря там будет написано. Соответственно, два, возвращаясь к вот этому примеру, да, ну, тут вот с улицы, да, улица Арджоникидзе, вы имеете наблюдаемую производную такую, наблюдаемую производную такую, и все это происходит, находясь в состоянии названия улицы. Дальше вы оцениваете это, оцениваете вероятности переходов, да, то, что после города будет продолжаться какой-то признак города, G точка, дальше опять город, вот. И, соответственно, после города S это что у нас? После города там 30%, что будет записано на что-то, относящееся к улице. Это внутренние переходы. Соответственно, оцениваете эти параметры при помощи алгоритма Baum-Wells. Дальше. Дальше что у вас происходит? Вы… Дальше что нужно сделать? Вспоминаем наши три задачи. Вы оценили параметры, у вас эти таблички есть, у вас есть некий трек-текст, вам нужно выдрать адрес. А, на самом деле, можно бронтирировать вот эти профильные состояния, которые мы с вами берем. Совершенно верно. Фактически расставить теги над текстом. Берете алгоритм Vitorby, вторая задача, и профит получаете, да. Соответственно, на практике это как работает. Как работает система, которая извлекает, например, ну, работает она чуть-чуть хитрее, да, но базовая идея заключается в следующем. Мы заходим на корневую страницу сайта, дальше по каким-нибудь ключевым словам, типа контакты, адрес, тдтп, находим страницу, которая для нас потенциально описывает адрес данной компании. Дальше мы заходим на эту страницу, смотрим, какие там адреса. Мы проходимся по всему тексту, находим то, что вписывается в данную модель, те блоки текста с хорошей вероятностью, и дальше при помощи алгоритма Vitorby, T-Gear, получаем некоторый профит. Все достаточно просто. И достаточно точно. И как бы дальше тут же какой вы профит автоматически получаете? Вы, например, хотите вашу систему расширить в том числе английскими адресами, да. Вы что делаете? Вы добавляете ваше обучающее множество примеров английских языков, да, английских адресов. Вы добавляете в ваше словари, собственно, название английских городов, добучаете алгоритм, и все. Валя, теперь вы умеете извлекать китайские адреса, которые я даже не особо уверен, как правильно пишутся. Вопрос. То, что мы, например, совершаем английский русский, это не ухудшит вообще в целом? Смотрите. Потенциально это может ухудшить. Здесь какую нужно понимать идею? У каждой модели есть некоторая емкость. Ну, там есть в науке машинного обучения целое такое понятие, как CV-размерность, которое относится к моделям машинного обучения. Но базовая идея за всем этим кроется, что у вас есть какая-то ограниченная моделька, там, три состояния, там, и переходы между ними. Вот в эту модельку вы можете впихнуть какое-то ограниченное число информации. Соответственно, если для решения вашей задачи нужно больше информации, то, да, сделав такой ход, вы приводите к тому, что вы перегружаете вашу модель, она начинает работать хуже. Вам нужно вашу модель как-то расширять, усложнять, делать больше. Но если, допустим, говорить про задачу извлечения адресов, ничем, кроме порядка, английский язык от русского не отличается. Соответственно, ну да, вот эти вот матрицы, они станут, ну, скажем так, тут появится больше разброс. Но эта штука, по идее, должна продолжать работать. Как-то так. Смотрите, в чем идея. Есть такая штука, ну, маркские цепи — это некоторые последовательности, да, и у нас там какое-то ограниченное число состояний появляется во время. Есть некоторая штука, которая, с одной стороны, чуть проще, с другой стороны, чуть сложнее. Называется это байесовой сети доверия. Что это такое? Байес, знаете, кто такой был? Это был священник. Зачем он создал весь этот аппарат математический? Математика была его хобби. Его основное жизненное занятие было служение Богу. И он, на самом деле, исследовал причинно-следственные связи в этой жизни. И математическим методом пытался найти путь к Богу. Религиозная штука, на самом деле. 300 лет пылилось на полке, Бога он таким образом, естественно, не нашел, зато создал достаточно интересный матаппарат, который через 300 лет там пригодился, когда появились компьютеры. А, значит, что у нас есть? У нас есть какое-то количество событий в нашей реальности. И эти события между собой как-то связаны. Причем, в принципе, можно построить граф взаимосвязи этих событий в этой жизни. Такая совершенно обычная интуиция. Простой пример. У нас есть некоторые события под названием «идет дождь». Он может идти, может не идти. Некоторая такая случайная величина. Другая случайная величина называется, работает поливалка. Вот эта, которая газоны поливает. Она может поливать, может не поливать. Понятное дело, что работа этой поливалки, скорее всего, зависит от того, был дождь, не был дождя. Скорее всего, там стоит какой-то датчик, который после дождя ее не включает. Понятное дело. Соответственно, у нас появилась некоторая взаимосвязь между событиями. Причем эта взаимосвязь, обратите внимание, она однонаправленная. То есть дождь влияет на поливалку. Поливалка на дождь никак влиять не может. И, соответственно, у нас есть третье состояние. Мы ее назовем мокрая трава. Она может быть мокрой, может быть не мокрой на бизоне. Вот эта штука, она зависит уже от двух вещей. Она может зависеть от дождя, она может зависеть от поливалки. Получается некоторый такой граф. Причем этот граф можно расширять практически до бесконечности, вводя сюда какие-то события, какие-то концепты, агрегаты. Очень мощный на самом деле математический аппарат. И сейчас активно исследуется, используется, развивается. Зачем он нам интересен? Что мы можем сделать? Мы фактически определяем над каждым этим ребром вероятности переходов. И имея некоторые представления о начальных состояниях, например, о том, был дождь или не был. Мы можем определить некоторую вероятность того, что шел дождь, будет мокрая трава или не будет. Вывести эту вероятность из взаимосвязи этих событий. То есть, например, где-то еще активно применяются банки. У банков что там есть? У них там есть человек, у которого конечное, скажем так, интересное банку состояние, вернет он долг или не вернет. А дальше вы можете описывать целую взаимосвязь различных событий. Закончил он университет, не закончил. Есть у него диплом. То, что он принес диплом, еще не значит, что он закончил университет. Правильно? То есть там тоже вероятность некоторая стоит. Вы можете построить такую достаточно сложную модель, у которой на самом верху будут события, от которых вы что-то знаете. Загружаете в модель, оцениваете вероятность самого нижнего. Событие вернет, долг не вернет. Баяц при помощи этой штуки хотел доказать существование Бога. Не вышло. Сложновато. Окей. Как это нам помогает? Мы можем создать модель пользователя. Что мы делаем? Опять же, для каждого пользователя мы… Для каждого… У нас есть выдача. В выдаче есть некоторый документ. У этого документа может быть много состояний. Много событий над этим документом может случиться. Какие это события? У нас есть событие. Оно здесь E-IT для документа ИТ. Мы сейчас говорим про конкретный документ выдачи, неважно на какой позиции. Может быть такое событие, что пользователь посмотрел на этот документ или не посмотрел. Ну, совершенно случайная величина для нас, как внешних наблюдателей. Может еще какое событие произойти? Этот документ может быть хорошим по запросу, а может быть нехорошим. Причем, обратите внимание, это событие… Здесь вот эти нижние кругляшочки значения сейчас не имеют. Они для другого. Это иллюстрация, взятая из статьи, которую эту модель описывает. Соответственно, обратите внимание, что, допустим, событие, хороший документ или хороший, абсолютно не зависит от того, посмотрел человек на него или не посмотрел. Зато, например, на событие посмотрел или не посмотрел, влияет, посмотрел ли человек на предыдущий документ или не посмотрел. Это так называемая каскадная модель. Мы считаем, что пользователь идет сверху вниз, просматривая документы, в какой-то момент может плюнуть и все, сказать дальше не иду. Соответственно, мы точно, например, знаем, что если пользователь предыдущий документ не смотрел, то следующий он тоже смотреть не будет. Это модель, но в большинстве случаев она работает. Иногда бывает исключение. Ну, 90% именно так себя и ведут людей. Соответственно, что у нас есть еще? У нас есть такое событие под названием «кликнули или не кликнули». В отличие от всех предыдущих событий, это событие наблюдаемое. То есть мы знаем о нем. Мы не знаем, посмотрел человек на документ или не посмотрел. Мы знаем, кликнул он или не кликнул. И можем, например, делать выводы о том, что раз он кликнул, то, возможно, документ был хорошим. Вернее, здесь не документ хороший, а описание документа в поисковой системе. Сниппет был хороший. Да, извиняюсь, кто-то оговорился. Соответственно, раз он по нему кликнул, то может наступить такое событие, как счастье пользователя. Он может удовлетвориться или не удовлетвориться. Понятное дело, что если он не кликнет документ, он никогда не удовлетворится, несмотря на то, какой документ там хороший или плохой. И он никогда не кликнет, если он не посмотрит. Получается такая цепочка. И мы точно знаем, что в зависимости от того, удовлетворился пользователь или не удовлетворился, он будет принимать решение о том, смотреть следующий документ или не смотреть. Появляется у нас вот некоторая такая байсовая сеть того, как ведет себя пользователь над конкретным документом. Интересно, да? Причем модель на самом деле, как показывает практика, достаточно близка к реальности. Существуют другие вариации, как бы, ну вот эта модель хорошо описывает, хорошо работает. Можно еще сюда что-то вводить, можно по-другому немножко организовывать эти связи и так далее и тому подобное. Дальше что у нас появляется? Уже напоминает, да, о чем мы с вами говорили. Вот это чем-то напоминает то, что мы с вами сегодня обсуждали? Ну какие-то состояния. Состояния, причем какие-то из них наблюдаемые, какие-то скрытые для нас, да? Соответственно, что мы делаем дальше? Вот это байсовая сеть. А мы на самом деле можем создать такую структуру, которая называется динамическая байсовая сеть. Идея ее заключается в том, что у вас есть какой-то граф текущего состояния и у вас есть следующий момент времени, в котором есть похожий граф, но он уже во момент времени t плюс 1. В данном случае у нас будет не время, а будут позиции документов выдачи. Итого у нас 10 шагов. Получается, что вот вся вот эта структура, она 10 раз туда дальше копируется. Вот этого документа для первого его не существует. Всегда считаем, что первый уже документ точно посмотрит, да? И так оно идет. То есть дальше от e-it-1 сюда идет клик на c-it-1 под спочки. Что мы можем при помощи этого сделать? И тех знаний, которые мы уже получили. Идеи. Как это может быть полезно для поиска? Мы можем оценить вероятность вот этих внутренних состояний. Мы можем оценить, вот, собственно, вот эти буковки сюда нарисованы, да, что там у документа хороший или плохой сниппет. Можем оценить, что кликнул пользователь туда, то будет хороший клик или плохой клик. Соответственно, возникает некоторая маленькая неувязочка. Как вот эту штуку натянуть на аппарат, собственно, для того, чтобы применить алгоритт Баума-Вэлша, у вас должно быть одно скрытое состояние, одно наблюдаемое. А по факту у нас тут имеется одно скрытое состояние, ну, в один момент времени, да, и раз, два, одно, вернее, наблюдаемое состояние, и раз, два, три, четыре, пять скрытых состояний, да еще и связанных друг между другом некой нетривиальной взаимосвязью. На самом деле у вас все сводится к тому, что у вас появляется марковская цепь, у которого внутри не бинарно, то есть вот это бинарные события, да, понравилось, не понравилось, хороший, нехороший, посмотрел, не посмотрел, да. А у вас появляется некоторое состояние, где каждый бит означает, там, понравилось, не понравилось, посмотрел, не посмотрел, да, ну, соответственно, тут получается сколько? Два в пятой степени возможных внутренних состояний и одно наблюдаемое. И вы дальше запускаете на всем этим алгоритм витроби и вполне себе все эти параметры оцениваете. Ну так работает. Там используется его некоторая модификация, о которой поговорить не могу. И кроме него еще и другие используются модели. То есть тут же смотрите, концепция поиска, ну про это еще поговорим. То есть идея заключается в том, что вообще практически все, про что я рассказываю, оно обладает достоинствами и недостатками. Много где не работает. Для того, чтобы сделать поиск хорошо, вам нужно взять очень много разных моделей и как-то их объединить. Соответственно, так и работает поиск. У нас есть алгоритм текста ранжирования, у нас есть модель случайного блуждателя, которая оценивает популярность сайтов. У нас есть вот эти алгоритмы. Дальше все это сгребается в одну большую кучу. Сверху накладывается страшное машинное обучение. Получаем некоторый профит. Окей. Ну, соответственно, здесь эта модель задана формальным языком. То есть это вот такой вот ряд правил, что они из себя представляют. Смотрите, например, если в состоянии для документа ИТА этот документ имеет хороший сниппет, и пользователь на него посмотрел, то будет сделан клик. И он будет сделан только тогда, когда это выполняется. Тогда и только тогда. Ну и, соответственно, дальше вы оцениваете. Вы оцениваете некоторую вероятность того, что у документа хороший сниппет. А это слово attractive, да, привлекательность. Как А. Дальше вы оцениваете вероятность того, что там хороший контент при условии, что был клик и так далее, и там подобное. И дальше вы, собственно, те параметры, которые вам интересны здесь, это вот эти вот два, вы их оцениваете. Здесь на самом деле есть еще третий параметр, гамма, который тоже можно оценивать. Фактически это некоторая вероятность того, что пользователю надоест вашу выдачу, и он бросит, так ничего хорошего не найдя. Вот. Ну и дальше, соответственно, оценивается некоторая вероятность того, что документ хороший при условии, что пользователь на него посмотрит и используется как релевантность, да. Эта вероятность раскладывается по правилу условных вероятности вот на эти две. Ну и дальше это уже каждый из известных параметров. Умножаем одно на другое, получаем профит. Вам нужно будет построить вот такую штуку. Свой собственный звездолет с Blackjack. Что нужно сделать? Вам нужно разбиться на команды по 2-3 человека. Работа будет командная. Не надо будет каждому делать все. Соответственно, в ходе курсовика вам нужно будет сделать свой поисковик. Для этого вам нужно будет выбрать какую-то тему. Ну, разные бывали варианты. Можно делать поиск по новостям, поиск по каким-то конкретным сайтам, поиск там, поиск сям. Подумайте сами. Творческая задача. Вот. Соответственно, до 8 октября, ну, то есть до следующей лекции, вам нужно прислать список команды и тему, которую вы выберете. Ну что, тогда на этом спасибо. Приходите к нам еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!